Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свое новое видео. И это видео про мой повседневный макияж. Такое видео я снимала где-то полгода назад или даже больше. В макияже у меня что-то поменялось, поэтому я снимаю это видео еще раз. Прежде чем, как ты начнешь смотреть это видео, подписывайся обязательно на мой телеграм-канал, ссылочку на который ты найдешь внизу в описании. Ставь большой пальчик вверх этому видео и не забывай про подписку на мой YouTube-канал. Я не буду долго говорить, поэтому начинаем. Поехали! Макияж у меня начинается с увлажнения моего лица. Для увлажнения я использую вот такой вот крем от Аравии, покупала его в Литуале. В последнее время у меня кожа достаточно сухая, поэтому мне ее надо увлажнять. Я наношу достаточно так много крема на свое лицо. И все это хорошо растираю. Если что, буду сюда смотреть, потому что у меня тут зеркало. Лицо мы увлажнили. Теперь переходим к губам. Я использую вот такую вот масочку для губ. Она просто как бальзам, и ее не надо смывать. А, прикольно. Для этой маски есть вот такая вот лопаточка, потому что мне пальцем вообще неудобно сюда что-то доставать, поэтому я пользуюсь ей. Губы я уже увлажнила. Дальше мы будем переходить к бровям. Брови я крашу вот такой вот палеточкой от Lamelle. Она уже такая старенькая вся, разваливается. Крашу я двумя вот этими оттенками. Вообще, это палетка теней для век, но использую я ее как для бровей. Беру вот такую вот скошенную кисточку, темный оттенок, и наношу его на кончик брови. Вообще, я накрасила не только кончик, теперь я беру оттенок посветлее и наношу его вот сюда, вот серединку. Беру щеточку, щеточку у меня на карандаше для бровей от Evo Mosaic, и их расчесываю. После того, как я расчесала брови, я беру ватную палочку и меслятную воду. Чтобы убрать вот тут все остатки от теней, и выверсовываю форму. Так, ребят, это, конечно, не в тему, но на Valberts я нашла очень хорошую куртку. Она подойдет не для холодной зимы, весны и осени. Вот эта курточка, артикул ты видишь на экране, а ссылочку на нее найдешь внизу в описании. У куртки есть мягкая подкладка внутри, придает ощущение комфорта и долго сохраняет тепло. Также еще есть съемный капюшон, который делает куртку универсальной. Сейчас на куртку снизилась цена, и если она тебе понравилась, то успеваю ее заказать. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Итак, я сделала форму, теперь крашу по контуру. Я накрасила брови, теперь их надо закрепить вот таким вот гелем от Divash. Но в конце еще я их буду закреплять мылом для бровей, чтобы они лучше держались, потому что этот гель не очень хорошо закрепляет. После того, как я накрасила брови, я беру вот такой вот консилер от Stellary в 0,1 оттеночке. Он очень плотный, поэтому я его наношу совсем немножко. Сказала, нанесу немного. Беру спонж, который уже намочила, и это все растушевываю. У меня на полупал мой спонж, поэтому я сейчас буду растушевывать все пальцем. Пальцем тоже нормально, поэтому ничего такого. Ну, в принципе, я вот тут уже все растушевала. Вроде бы выглядит более-менее. Далее я беру вот такие вот жидкие румяна от Stellary в 0,2 оттенке. Их надо совсем немножко, потому что они такие, достаточно пигментированные. Чтобы лицо не блестело, я беру вот такую вот пудру от Essence. Она прозрачная и хорошо мотирует. Беру палеточку от Stellary. Отсюда мне нужен скульптор. И беру кисточку, на которой наносила пудру. Иногда мне кажется, что ничего не меняется. но мне кажется, с контурингом намного лучше. Поверх жидких румяна я еще наношу сухие. Беру из этой же палетки. Их совсем немножко надо. Также еще сухие румяна я наношу на вейки вместо теней. Далее беру вот такой вот гель для бровей и наношу его на верхней, на нижней ресницы. Это будет как подложка под тушь. Нижний гель с ресниц я вот так вот убираю, чтобы он не оставался на коже внизу, когда моргаешь. И все. Дальше я опять перехожу к бровям. Беру вот такое вот мыло для бровей с Валберис. Вот такую щеточку. Еще мне понадобится водичка. Я ее перелила вот в такой флакончик, чтобы было удобнее пользоваться. Открываю мыло. Оно у меня уже кончается. Брызгаю один раз, и этого хватает. Беру щеточку вот так вот я немножко загибаю и набираю мыло. Лишние вот так вот обортики оставляю, чтобы на бровях не было белого цвета. Грязь, которая образовалась наверху, я убираю ватной палочкой. Что-то у меня сегодня брови какие-то не такие получились. Ну, в камере какие-то не очень, а вот на зеркале более-менее. Дальше я беру керлер и завиваю им реснички. Вот так вот это получается. Керлером я пользуюсь два раза, перед тушью, после туши. Конечно, я знаю, что после туши нельзя пользоваться, потому что я могу повредить ресницы и все такое, но мне так нравится больше. Я беру вот такую тушь от Luxusage XXL красненькая. Зимой я крашу только верхние ресницы, потому что тушь с нижних ресниц просто поплывет. Да. Все тут отпечаталось. Очень круто, позитивно. Я убрала тушь отсюда. Приступаем заново. Итак, у меня осталась тушь на веке, поэтому мне ее надо убрать. Пока тушь сохнет, я буду красить и губы. Я буду использовать вот такой вот карандаш от Stellar в 0,9 оттенке, карандаш из набора Svalberis в 0,2 оттенке и тин для губ от Evo Mosaic. Масочка впиталась, но можно ее еще убрать, чтобы не было так на губах. Контур я прорисовываю таким вот карандашом, он должен быть хорошо заточен. Беру вот этот карандашик и закрашиваю им середину. Также я могу не красить губы карандашом, а просто нанести любой тинт. Я люблю тинт от Luxe Visage в 0,4 оттенке. Беру тинт и наношу его тоже в середину. Пока я красила губы, тушь уже подсохла, поэтому можно реснички опять подзалить. Беру тушь и немного подкрашиваю. Ребята, я забыла про хайлайтер. У меня вот такая вот палеточка от Vivienne Sabon. Беру самый светлый оттенок и наношу на щечки. Также еще на носик. Вот сюда вот. И немножко на кончик носика. И еще подбровь. Все, ребят, мой макияж закончен. Оцените, как вам. На данный момент мой макияж мне очень нравится. Так крашусь я каждый раз в школу. Спасибо большое, что ты посмотрел это видео до конца. Если тебе понравился мой макияж, ставь большой пальчик вверх, пиши обязательно комментарий и подписывайся на мой YouTube канал. Ну а я с вами буду прощаться и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok